всем привет дорогие друзья мы находимся в уфе микрорайон черниковка улица интернациональная и сейчас находимся во дворе дома номер 63 сам дом перед нами смотрим двор окрестности снова чудесная погодка сегодня на солнце все плюс 30 есть также сегодня есть легкий ветерок благодаря которому чуть-чуть посвежее это очень хорошо но сейчас утро днем наверняка будет еще жарче в ближайшие дни ожидается до плюс 33 36 на солнце в тени до плюс 30 посмотрим как она будет настоящая летняя погодка в этом году в мае это вот яблоньки цветут смотрим окрестности вот оно такое солнышко сейчас и здесь где мы сейчас стоим видимо был тоже старый домик его снесли по всей видимости народ расселили такие остатки домов ну смотрим вот тоже старые домики вокруг есть также многоэтажка советской постройки ну и сейчас пройдемся вокруг дома номер 63 снимаю два видео предыдущие уже снял и сейчас еще вот второе пройдемся вокруг дома там кто-то посудой гремит пожалуйста подъезд квартиры с первой по двенадцатую предыдущем видео внутрь я уже заходил сейчас не буду заходить просто пройдемся вокруг это дом номер 61 а это дом 63 вид сбоку зелень здесь пройдемся вот под этой дорожки по этой дорожке под домом номер 61 чтобы лучше охватить взором дом номер 63 вот он сбоку одуванчики по всей уфе целые покрывала ковры из желтых одуванчиков красота этот шум транспорта с проезжей части улицы интернациональной так ну вот заходим сзади дома хорошо тенечек уютненько от солнца можно найти пристанище и вот дом сзади тоже посмотрим вокруг эту территорию дерево вот такой вот валяется это тополя высоченные тополя вот какие так вот это металлическое сооружение пока не понял что это такое возможно кто-нибудь подскажет что это такое было или есть так ну пройдемся сзади дома травка почти по колено уже вот лопухи вот такие анны лопухи наверное же тоже дом этот должны расселять со временем конечно есть еще бараки более древние уже разваливающиеся это из домик еще так более-менее видно вон что там он каменный то есть не деревянный барак со временем наверное должны расселить когда вот это будет правда вопрос стрижи летают кричать слышно сзади вот гаражи сзади дома с этой стороны дом прямо тапает зелени вот прямо даже практически не видно ну шикарно не жарко летом в сильную жару хорошо так ну вот обошли мы 63 дом по улице интернациональной вышли снова к подъезду так заглянем вот сюда в тенек сбоку шикарное небо голубое так взглянем еще раз на двор никого сейчас нет несколько человек всего лишь прошло за это время что здесь нахожусь сейчас утро время сейчас скажу точно сколько 10 часов 31 минута уже вот пол одиннадцатого достаточно долго здесь нахожусь снимаю несколько видео ну что же пройдемся тогда еще и по окрестностям оглянемся на 63 дом дай бог сюда еще не раз вернуться тогда когда захотим скажем так дай бог возвращаться туда в любое время когда будет желание дай бог пусть будут такие возможности вот они какие красивые яблоньки ароматы просто шикарные стоят сейчас и сиренцы вот и яблони и вишня одуванчики повсюду ну просто шикарно красота погодки летние стоят тоже вот старенькие домики там впереди улица нежинская это вот общежития у м по возможно уже они бывшие скорее всего но табличку там я видел что это общежитие вот 63 дом вот двор с этого ракурса так вот это что цветет пока даже непонятно пахнет слегка мелкие цветочки но это скорее всего не вишня даже честно говоря не знаю что это но что-то красиво цветет и пахнет лужайка такая из-за дуванчиков ковер окрестности смотрим многоэтажка девятиэтажка тоже советской постройки теперь с другого ракурса смотрим двор дома номер шестьдесят три по улице интернациональная видим место где находился старый домик по всей видимости сам я его не видел конечно потому что в этом районе раньше я не бывал насколько я помню ну понятно что скорее всего снесли старый домик так пройдемся еще по двору там кирпичный домик на солнце жарковато скоро уже и полдень вообще жара будет так ну вот с этого ракурса смотрим шестьдесят третий дом некоторые одуванчики еще желтые а некоторые вот уже с пухом стоят здесь вот сушилки для белья это уже двор шестьдесят первого дома крышу здесь смотрю сделали вроде как новые крыши да шестьдесят первом году шестьдесят первом доме да трава здесь уже по колену ну в общем такие вот окрестности так пройдемся здесь здесь вроде даже когда-то асфальт был остатки ухты тюльпанчики какие красота да 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 какие-то букашки бегают такую жару конечно расплодились сдул дыханием вот все уже прям начала припекать ветра где нет прям жарища но отлично можно идти загорать да уже собственно говоря загораем который день ходим по улице и просто загораем потому что солнце активная жара и прогулки и загар ложится так вышли со дворов деревья попилили эта улица нежинская то вот новые дома строится трамвай вот там ходит но и там он дальше идет а сейчас мы идем по улице нежинской непосредственно на ней находимся сейчас нежинская 40 сейчас пройдемся по этому тротуарчику выйдем к проезжей части по улице интернациональной так вот забор полиции вот девятиэтажка проезд между забором и девятиэтажкой так сейчас еще специально вернулись к дому номер 63 табличку поближе заснять вот она табличка дома номер 63 по улице интернациональной там сам двор и вот мы сейчас сбоку находимся под флаги 63 дом так ну что и теперь идем как и хотели к проезжей части улице интернациональной сейчас смотрим окрестностях трава вот такая почти по колено уже ну что идем вот снова двор 63 дома ну и идем проезжей части красота двор народ уже стал появляться это сейчас время сколько уже практически 11 то есть здесь мы находимся уже примерно полтора часа ходим смотрим окрестности снимаем все интересно большое спасибо всем за просмотры за лайки так ну вот наконец-то мы подходим к этому тротуарчику к проезжей части улицы интернациональной вот он забор полиции пройдемся здесь между забором и домиком тоже старенький домик глянемся на окрестности что идем вот впереди видно проезжую часть интернациональной улице тарелки тарелки триколор тв гранжи полиция и вот впереди проезжая часть улицы интернациональной там дальше железная дорога поезда ходят электрички ну вот собственно проезжая часть так туда интернациональная идет в сторону улицы комарова ну а туда в сторону улицы вологодской это вот забор полиции техцентр луидор так полиция вот тоже здесь полно одуванчиков нарциссован тюльпанчики тоже есть и сейчас надо будет перейти на ту сторону улицы Победы по тенечку пойдем переходим дорогу вот перешли оглядываемся на полицию и идем рядом с детским садиком по тенистой стороне улицы Победы детишки бегают играют о хорошо в тенечке потому что на солнце уже стало припекать вот он детский садик ах и хорошо и здесь детишки играют так так таблички на воротах детского садика штраф за парковку 5000 рублей понятно старенький детский садик видно но ремонт по крайней мере фасадов делали тоже видно это красят сегодня вот эти коммунальщики так детский сад номер 45 здесь требуется воспитатель младший воспитатель по всем вопросам по телефону звонишь здесь и заходишь если нужно березка высоченная смотрите какая тоже красота двигаемся по улице Победы в сторону улицы Первомайской вон впереди кинотеатр Победы смотрите сколько дуванчиков красотища продукты магазины там яндекс маркет магазин и ушка здесь баш спирт продукты на той стороне everyday тоже продукты вот приближаемся к трамвайным путям вот здесь ходят трамвайчики восьмерка там на интернациональный дальше конечное кольцо так фасад утепляют на этом доме стояк восьмерке у идентич